Субтитры создавал DimaTorzok Дорогие коллеги, добрый день. Я вас приветствую в независимом пресс-центре. Я Яковлева Наталья Александровна, директора этого центра. И сегодня у нас в гостях члены Союза литераторов России. Мы сегодня собрались по поводу 20-летия этого союза. И в связи с этим хотим презентовать эльманах «Славец-2010». Это очень интересная книга и советую все ее почитать. А пресс-конференция наша называется «Творческий союз и неформальная организация. В чем разница и что делать дальше?». И в нашей пресс-конференции принимают участие Дмитрий Цесельчук, сопредседатель Союза литераторов России, поэт-переводчик, один из создателей Союза литераторов России. Игорь Чубайс, член правления Союза литераторов России, доктор философских наук, директор Центра по изучению России Университета дружбы народа. Наталья Чубайсова, прозаик, публицист. Галина Ерофимова, Юлий Кварцин, член правления Союза литераторов, заслуженный адвокат России, публицист. Евгений Степанов, член правления Союза литераторов, главный редактор журнала «Дети.Ра», гендиректор издательства «Верст. Консалтинг», поэт, прозаик, кандидат филологических наук Игорь Хадичев. Член правления Союза литераторов России, гендиректор журнала «Знание силы», публицист. Прозаик Енина Давыдова, член правления Союза литераторов России, член всероссийского общества, краеведов, публицист. И поведет нашу пресс-конференцию Дмитрий Цесельчук. И я рада его приветствовать еще раз. Пожалуйста, вам слово. Ну, слово у меня будет короткое. Я не смогу уж в себе конкуренцию вести. Нет, это же вести. А вступительное слово, конечно, скажу. А поведет координатор нашего Союза, Нина Давыдова. Нина Давыдова. Ну, она поведет потом. Да, пока будет у нас, за самый главный, Дмитрий Цесельчук. Ну, 20 лет – это большой срок. Вот. И, слава Богу, он на свободе. То есть, да. Только начало. Может быть. И мы здесь разложили вот нашу продукцию последних лет. Вот перед вами тот самый альманах «Словесность», в котором отмечается 20-летие Союза. Он разбит на отдельные книги. Вот первая книга «Противостояние» включает в себя краткий курс истории Союза. Почему такое, ну, в общем-то, конечно, юмористическое название? Да очень просто. Первая же статья говорит о кастовости нашей литературы. Она называется «Литераторы», «Литербетеры» и «Колькакеры». Вот и «Литераторы», и «Литербетеры» имеют большую букву «А», «Литераторы», «Литербетеры» «Б». Ну, а «Колькакеры» — это вот мы их прямые потомки. Вместе с Бродским, вместе с Цветаевой, вместе со всеми теми, которые не вошли в магистральный курс вот той советской литературы. Ну, вот, собственно, это, наверное, главное, что обозначен этот курс в этой книге, обозначены истоки, я бы сказал, ноу-конформистской литературы, которая зарождалась в таких легендарных группах, как «СМОК», «Литературных спектр», «Магистраль» и другие. В самом конце книги мы поместили две новеллы о дуэли Мандельштама со Сталином и «Кошки-мышки», она называется, ну, в общем, это тоже была дуэль Булгаковой со Сталином. И в работе одного из авторов Красовской, как бы малопримечательная ремарка, которую очень многое объясняет, что и первая дуэль, и вторая дуэль — это, я говорю, частные случаи из общего правила, что так была построена система советской культуры, что при всех Союзах были фонды, из которых обеспечивали сносное кому-то, а кому-то блестящее благосостояние из писателей. И большинство на это пошли, за редчайшим исключением. Есть у нас еще раздел «Мемория», где мы вспоминаем о Викторе Луферове, который от нас ушел в этом году. И «Онтология одного стихотворения». То есть, вот такая небольшая художественная часть, а большая часть — это публицистика. Может быть, именно поэтому мы вот сейчас сидим в этом независимом пресс-центре. Ну, я бы попросил Нину Давыдову продолжить нашу встречу. Ну, обычно первый вопрос, который возникает, вопрос такой, литераторы, а есть Союз Писателей, а в советские годы такой Союз Писателей. Зачем вам нужно было организовывать свой творческий союз? Во-первых, я бы хотела обратить внимание на разницу слов. Писатель и литератор. Писатель — это поэт, это прозаик. Но, например, литература ведов уже не может называть себя писателем. И таким образом мы можем сказать, что Союз Литераторов — это более широкое понятие. Мы включаем не только литературу ведов в наш Союз, но и хранителей архивов. И людей, которые могут написать воспоминания об очень значимых людях. И этого раньше не было, потому что и воспоминания такие появиться в советский период просто не могло. И вот эта линия Союза Литераторов, она направлена прежде всего на то, чтобы создать соединительную ткань между литературой, которая была до революции, серебряным веком, уникальной литературой 20-30-х годов. И когда вот это прервалось, и пошел поток литературы, о которой мы можем говорить по-разному. Литература была интересная, но в большинстве своем это была литература, которая поддерживала советский режим. И даже вот недавно я посмотрела, например, биографию Семена Кирсанова. Удивительно интересный поэт, но как только он, вы знаете, ближайший друг Маяковского, он один из ближайших друзей, он был футуристом, чрезвычайно талантливым, начинается советская эпоха. Он тут же перестраивается. Ну, многие как-то, вот была судьба Мандельштама, была судьба Цветаевой, но была судьба и других поэтов и писателей. Семен Кирсанов перестраивается так, что он получает сталинскую премию. Но как только наступают другие времена и наступает хрущевская оттепель, он тут же вспоминает о том, что он был отменным формалистом. И появляются другие стихи. И вот недавно мы смотрели то, что печатал Кирсанов в советские годы, и то, что он печатал потом, уже в годы 70-е. Как бы вот тот поэт, который был, он все-таки не погиб, он возродился. Но были такие, которые ушли навечно, а не так перестроились под советскую власть, что уже ничего настоящего писать не могли. И вот в Союзе литераторов, я думаю, как раз основная задача вспомнить тех, кто вообще не имел возможности печататься, кто родился гораздо позже, нежели 20-е, 30-е годы. И те, кто попал в страшную эпоху застоя в 70-е годы, в эпоху после 1968 года, после пражских событий, когда начинаются настоящие репрессии, когда уничтожается слово, когда приходит новый редактор в журнал «Новый мир» и начинается абсолютно другая жизнь. Это эпоха самоздата, эпоха андеграунда, и это было все не так просто. А потом многие выдающиеся литераторы вынуждены были или их вывозили в эмиграцию за рубеж, или какими-то путями выезжали сами. Поэтому, мне кажется, основная задача Союза литераторов, почему мы сейчас стараемся, ну, по мере сил, у нас нет ни помещений, у нас нет ни богатых спонсоров. Мы сами издаем то, что вот вы видите на этих столах. Мы пытаемся издать как можно больше. Из архивов Натальи Шемельковой, из архивов Галины Ерофеевой. Ну, и об этом, собственно, можно говорить бесконечно. И вот мне хочется, чтобы Игорь Чубаевс рассказал, как вот ему видится Союз литераторов. Игорь, человек с чрезвычайно активной позицией. Это не значит, что у нас все совпадают, да? Что совпадают, как бы, наши представления. Я считаю, недостаточно активно, а ты считаешь, чрезвычайно. Чрезвычайно активно уже не совпадает, да. Ну, собственно, твою именно слуху и тебе микрофон. Да, спасибо. Ну, на самом деле, наверное, надо раскрыть некоторую тайну, которую зрители этого СИДИ не знают. Мы хотели провести пресс-конференцию, Дима, Дима, и еще направление. Но пресс-конференция не получилась. Немножко об этом я тоже хочу сказать. Вообще, поскольку я занимаюсь, на самом деле, Россиеведением и действительно такая профессия, то есть образование такое получил, которое звучит немножко странно, страшно, философ, философский факультет, я все-таки через эту призму хочу описать то, что вот здесь происходит. Я несколько таких векторов попробую коротко выстроить, а в фокусе рассмотреть то, что вот здесь находится. Так вот, если говорить о нашем Союзе Литераторов, о сборнике Союза Литераторов в контексте российской истории, я бы сказал так, что в 20 веке в России было два очень глубоких кризиса, которые всем известны. Первый кризис, который кончился государственным переворотом в октябре 1917 года, а второй, который закончился просто распадом советского государства. Вот в канун первого кризиса он предчувствовался в обществе, люди понимали, что что-то идет не так, что-то нужно менять, потому что вообще Россия тысячу лет существовала как государственная церковь, как раз церковь начала угасать. И вот в этом контексте первого кризиса произошел колоссальный духовный взлет. Мы говорим по традиции серебряный век русской поэзии, а на самом деле это бриллиантовый век российской духовности. Величайшая литература, величайший театр, величайшая живопись, величайшая музыка, все это было тогда. Не все искали выход, все искали решение. Что делать, куда двигаться, как идти. А после 1991 года, когда распался Советский Союз, то еще первые лет 10 какие-то такие духовные активности какая-то наблюдалось, еще какие-то мысли звучали, какие-то идеи формулировались, а последние 10 лет просто тишина. И вот как раз в эти дни, вообще-то, 100 лет отмечается со дня ухода Льва Николаевича Толстого. Об этом никто даже не вспомнил. Ни наше телевидение, ни наше радио, ни наше... А кто такой? Вот Ксюша Собчак, да. Вот кто он, слуху. А чем нам? А в Министерстве культуры, когда его спросили, слушайте, ну ведь это лицо России, да, это высшее, что мы создали, они нашли такую формулярку. Знаете, мы годовщину смерти не отмечаем, да. Да вы не смерть отмечаете, вы творчество, величайший гениальный вклад в мировую культуру. Нет, это... Так это Министерство одни культуры. Вот это... Первое, что я хочу сказать, и в этой ситуации, когда такая вбиваемая, создаваемая бездуховность, тем не менее, существуют интеллектуальные точки, существуют люди, для которых близок, и для которых главное занятие вот такой творческий поиск. И я на Союз Литераторов смотрю именно через эти очки, через эту призму. Это люди, которые знают, зачем они вообще живут на этом свете, и у них есть цели, идеи, они этими идеями делятся. Второй аспект, все той же проблемы, вот после начала гайдаровских реформ, которые некоторые очень любят успевать, превзносить и так далее, мы попали в общество, нас заталкивает в систему, которая, на мой взгляд, совершенно противоестественна. Это система, которая одна ценность, деньги, которая все решает, сколько чего стоит, а сколько это даст, а какой будет доход, а сколько я получу, а сколько мне вкладывать. Вот только это на слуху, и только это является главным измерением. И на Западе, мы теперь это совершенно четко видим, раньше кто-то не соглашался с такими формулировками, ну, ходит какой-нибудь фильм в Голливуде, как о нем говорят, как его рекламировать. Там что говорят, что он совершенно по-новому раскрыл отношения между мужчиной и женщиной. Он сказал, да нет, за первую неделю проката этот фильм собрал 10 миллионов долларов. Вот это фильм, да кого это волнует, сколько он собрал. Ну, давайте мы голышом будем группу «Ансекс» показывать, тоже соберет. Но только здесь нет творчества, здесь нет интеллектуального поиска. Так вот, рынок, он в той форме, в которой он у нас существует, он разрушает все. И мы прекрасно, в общем, чувствуем, не все это так формулируют, но чувствуют-то все, что рынок совершенно неприемлемый в сфере культуры, совершенно не годится в сфере искусства, совершенно не годится в сфере образования, науки, медицины, здравоохранения. Он может быть там, вот рынок в сфере промышленного производства, там пусть конкурирует фирма, а все остальное не годится. И рынок все разрушает. Но есть союз литераторов. Есть, опять-таки, вот эта точка, это место, где собираются люди, которые не говорят о доходах, о деньгах, о долларах, о рублях. Которые рассказывают, читают стихи, читают прозу, читают то, что они написали. И вот этим не дорог союз литераторов. И последнее, что я хочу сказать, что даже те имена, которые сегодня на слуху, которые сегодня звучат, но чаще всего, конечно, у нас есть выдающийся режиссер, правда, его кинорежиссер, последнего фильма вообще не пересмотрел. Есть у нас Никита Михалков, есть у нас Ксюша Собчак, еще несколько таких имен, которые имеют какое-то отношение к культуре. А есть люди, которые действительно пишут, которые действительно занимаются творчеством, имена которых неизвестны. Вот я должен признаться, что я не каждый демонтим, а каждый неделю проводят какие-то встречи. Союза литераторов. Я гораздо реже бываю, но всякий раз, когда я прихожу на встречу с Союзом литераторов, я слышу настоящую поэзию, я слышу настоящие стихи. Это настоящее. Но имена эти даже мне как-то не очень знакомы. А со стороны, они вообще как бы, их как бы нет, они какой-то такой фон. Вот хотелось бы, чтобы эти имена, потому что вообще творчество, оно, конечно, оно бескорыстно, но оно, как-то, оно более успешно, когда чувствуешь востребованность, когда чувствуешь признание. Да, признание, на самом деле, может быть вот в такой парадоксальной форме, когда официальная системная пресса проигнорировала эту встречу. Никого не заинтересовала, что у нас есть писатели, у нас литераторы, никого не заинтересовала. А кому это надо? Вот то, что у нас сексуальный скандал, это очень важно, понимаете? Но потому что вот это, не потому что Союза литераторов плох, а потому что система ненормальна, систему нужно менять. В России всегда было, есть и будет место творцам, место творческому поиску, место художественным исканиям. И Совет Литераторов это место, где происходит этот поиск. Я бы хотела обратить внимание, Игорь, что в словесности 2010 есть одна литературоведческая статья, на которую особенно хотелось бы обратить внимание. Она к 120-летию со дня рождения Осипа Мандельштама. Ее автор Ирина Багретер-Мухранели, называется она «Мандельштама-Кавказ» или «Дуэль со Сталином». Вот это, на мой взгляд, новая литература ведения, где она разбирает моральные аспекты поэзии Мандельштама и его дуэли со Сталином. Вот этого не было еще. И она даже как бы белая ворона в мандельштамовском обществе. Они, которые чтут Мандельштама, они все-таки не чувствуют, что надо разбирать именно вот эту моральную основу того, что происходило в 30-е годы. А ты помнишь, какой формулировкой Солженицын получил Нобелевскую премию? За ту нравственную силу, с которой он продолжил извечную традицию русской литературы. Потому что главная для нас всегда была нравственность, не деньги, а мораль была здесь самым главным. Вот тот, кто сохраняет эту традицию, тот живет у себя дома, тот живет в России. Можно, даст? Наталья, прошу прощения к вопросу о Толстом и о датах. В 10-м году России потеряли еще 2 генера, в Мессажирской и в Рубине. Это же как сами писатели не... Да? Ну, по-моему, если отмечать, что недостаточно, может, кстати, обратить внимание... Ну, здесь рядом музей Толстого, там... Это я верю. Ну, а Гобель, вот они... Ну, зачем они? Ну, вот о чем мы и речь. Тоже 10-х годов, 6-х годов. Ну, а мне... Вы хочешь еще представить? Я еще одну фразу. Вот, да, действительно, ведь в этом Альманахе там еще мои воспоминания... Вообще, я не настроен писать воспоминания, я настроен еще побороться. Но было событие, о котором мне хотелось рассказать, там, в силу определенных ситуаций. Вот. И там как раз вот в этой словесности опубликован мой документальный рассказ, мое воспоминание о том, как я вышел на площадь в 68-м году, и как я протестовал против оккупации Чехословакии, и как я уцелел. Потому что это вообще один случай из миллиона. Поэтому я рекламирую Альманаха словесности. Это мы перечитаем. В этом Альманахе очень много посвящено нашему противостоянию. И в том числе борьбу за дачу с царицами, за дачу Мурмцева, Бунина, Ерофеева. Мы туда приезжали, мы там выступали. И инициаторами всего этого были две замечательные женщины, которые рядом со мной. Это Наталья Шмелько и, прежде всего, это, конечно, Галина Ерофеева. Невестка Венедикта Ерофеева, жена Венедикта Венедиктовича Ерофеева, наследница, собирательница и хранитель архива Ерофеева, публицист. Мне хочется сказать, что Галина Ерофеева делает каторжную работу. Это, в общем-то, должно быть, вероятно, какое-то общество, фонд большой, где было бы много сотрудников. И я даже не уверена, что много сотрудников могли бы сделать столько, сколько делает Галина. Она очень много ездит. И ей как бы Бог помогает. Вот о том, как Бог помогает, мне бы хотелось, чтобы Галя рассказала. Помогает только Бог или сам Венедикт Васильевич, наверное, сверху. Потому что архив после смерти Ерофеева был просто роздан вдовой налево и направо. То есть вот этот друг хороший, на тебе две записные книжечки. Вот этот друг еще лучше, ты еще две получаешь. А вот этот издатель приехал, о, мне хорошо заплатил за публикацию, я дам ему вот это вот. То есть в 90-е годы сделать ксерокс с чего-либо было просто практически невозможно. И она просто раздавала все, что было под рукой. А я, значит, начала все это собирать назад. Ну, собирать как? Вот нашла одну публикацию. Значит, пытаюсь найти издателя, переводчика, кто, значит, продвигал это произведение. Нахожу книгу, начинаю обзванивать, писать. И мне присылают журналы с публикациями книги. Начинает, как бы, идти издательный диалог. Но самый большой диалог не получается с издательством Альбин Мишер во Франции. К сожалению, авторские права ничего не стоят в России. В мире это огромный бизнес. Огромный, где крутятся огромные деньги. И издатели все только вернут, чтобы заработать. Для них не существует ни автора, ни текста. То есть, вот издать и все. Главное, напечатать. Ими есть, и все пойдет нормально. И вот одна такая публикация была в журнале «Факел» в Болгарском. Это был плод советско-болгарской дружбы. И я однажды встретилась с Георгием Борисовым. Я знала, что у него такие публикации были. Он мне подарил любезные журналы. Дома я начала эти журналы просматривать. Открываю «Благовестие» Ерофеева. Там шесть глав. А в России напечатано только пять. То есть, болгары взяли лишнюю главу, напечатали произведение. Но я, значит, сначала решила, что кто-нибудь дописал или что-нибудь придумали в очередной раз. Стало, значит, опять его разыскивать, спрашивать. Оказывается, он встречался в конце жизни с Ерофеевым. И Ерофеев отдал сам машинопись этого произведения. То есть, то, что от него осталось уже к тем годам. И таким образом мы сегодня назад получаем шестую главу произведения. Которое в России до сих пор не сдавалось. Не знали даже, как она выглядела. Вот так я собираю по всему миру. А пятую главу я получила из Италии. Но это было семь лет назад. Привез итальянский переводчик. Архив, который отдала вдова. И там, значит, лежал листочек. Тоже с машинописью. Я этот листочек читала. Читала я. Чувствую, что текст Ерофеевский. Но откуда? Откуда? Из какого произведения? Это же нужно еще все до ума довести. Вставить туда, куда нужно. Я обращалась к текстологам. А потом вдруг бах, и мне выступнуло. Да это же благовестие. И так вот получилось еще и пятая глава дополненная. И теперь вот будет еще и шестая. Но я даже не знаю полностью она там была или нет. То есть текст опять утерян. Но может быть в конце концов кто-нибудь и дособирает все тринадцать глав. И вот тринадцатую главу по памяти записали. Заканчивалось, причем это конец. И вот ухожу я, и вот ухожу я из мира скорби и печали. Из мира скорби и печали, которого не знаю. В мир вечного блаженства, в котором не буду. А вы знаете, не остальное место, где полностью ездят Чаадай. Это Япония какая-то. И хочу сказать, что все-таки текст «Москва петушки» Венедикта и Ерофеева это до сих пор остается самый неоднозначный и популярный текст. И в этом году было предпринято несколько попыток поставить заново спектакли. То есть оказывается еще спектакль был, я только вчера узнала в Киеве, театр «Черный квадрат», но не поняла на каком языке, на русском или украинском. Потом спектакль в Питере, в очень довольно серьезном театре, театр-фестиваль «Балтийский дом». Очень серьезный спектакль, который шел пять часов. 7 октября состоялась премьера. И в Москве 9 ноября состоялась премьера спектакля в ДК имени Лизуева молодая режиссер Наталья Семенова. И спектакль должен войти в репертуар этого ДК. И, в общем-то, попытка довольно неплохая. Это юбилейный год? Это год не юбилейный. Какой год? Юбилейный год никто не отмечал. Он прошел два года назад очень тихо. А в этом году исполнилось 20 лет, как умер Ерофеев, и 40 лет, как написано поэмо «Москва петушки». И над этим текстом юбилейный год, как бы в каком-то стиле... То есть молодёжь стали, люди начали отмечать сами. Уже театры стали искать тексты. Нужно ставить спектакли, а текстов всё избито уже. Только классика. Наташа, а какое впечатление от спектакли у нас, на московском? Ну, вообще, я бы с удовольствием поделилась за впечатлением. Если бы все это видели, так легче было. Потому что, когда не видели, так трудно всё объяснить. Но смотрел я с удовольствием. Смотрел. Но когда уже пришла Дарна, я стала всё анализировать, облазглась, как говорится. Нашла многие моменты, которые мне не понравились. Финал, я не понравился. Там, в общем, пять действующих лиц. Венечка, Дмитриевич, Внучок, Сфинкс, Женщина Суживого Судьбы и Возлобленная. Они там все в костюмах ангелов. Характовка режиссёр, что молодой. И бездаром этот мир показался. И получается, от этих ангелов уже деваться некуда. От этих Возлобленных. И получается, что самая трагическая сцена по подъездам, неизвестный подъезд, а у Кремлёвской сцены, где герой погибает. Получается, что его забивают не эти четверо с классическими профилями. Карл Марцкий, Рейнг и все прочее. А убивает эти ангела, включая Пухлинку, эту женщину Судьбы, тяжелую возлюбленную. Я, окровенно говоря, испытала неловкость. Уже даже потом, уже в дом находился, испытала неловкость, опознание, хотя почувствовала, что немножко не то. И мне кажется, может, я не права, кстати, я ни в коем случае не процедую безупречно взгляды, но мне кажется, что все-таки я права. И финал, если бы даже режиссёр что-то со мной согласилась, я думаю, его уже исправить нельзя, потому что без спектакля ведут эти герои в виде ангелов, ну, как исправить. Вот. Ну, вот так. Ну, и потом немножко, это конец, сделаем немножко решение такое в лоб, в лоб, очень прямолинейно. Значит, берут это Шиле, перебрасывают его из рук в руки, потом Шиле падает на пол со звуком. Все это очень так в лоб, натуралистично. И, в общем, это мне не понравилось. Вот. А в целом, в общем, я рада, что теперь так пришёл, потому что это же что-то такое новое, и приятно, когда делать новые постановки, продолжать таким образом жизнь произведения и авторы его. Ну, вообще, это смелое решение, 40 лет спустя взяться молодым, молодой режиссёр, труппомолодой, молодёжный театр, взяться за текст Ерофеева, это смело, очень смело. Да, ведь они не были в контексте того времени, во что важно, когда это писалось. И следующий спектакль в декабре? Да. Там же, да? В Доказуево. В Доказуево, да? В Доказуево. К нашему союзу. Вот мы здесь, в независимом пресс-центре, вот нас привечают в народном доме, в большом Черкасском переулке, то есть, есть какие-то структуры, а обычно это какие-то люди, которым интересно, чтобы действовали творческие союзы. Недавно, по-моему, произошло очень важное событие, когда союз кинематографистов распался на два союза, или, можно сказать, был образован ещё один союз кинематографистов. Мне кажется, это очень знаковое явление. Это говорит о том, что в союзах, в общем-то, должно быть больше. У каждого союза свой лидер, своя позиция, своя группа. То есть то, что люди могут предложить, чтобы не было единого диктата. Ну и вот мы рядом с шестью писательскими союзами, есть еще один союз литераторов. Все, правда, при помещении, кроме нас. И мне бы хотелось, чтобы немножко историю о нашем помещении, о том, как у нас его отняли, рассказал Юлий Квартин, заслуженный юрист России, адвокат известный, публицист, много печатающий. Что не юристы, так замерзли, так и остались. Ну, насчет заслуженный, наверное, это слишком громко сказано. Как говорят в таких случаях, широко известен в узких кругах. Тут уже говорилось, что именно наш союз живет полнокровной жизнью. И выживает. Хотя, действительно, в этой стране забыли, наверное, что такое культура, что такое развитие. И именно, вот, мне кажется, в связи с этим, вот так поступили, отобрав то помещение, которое было предоставлено. Может быть, именно потому, что достаточно активная позиция была у союза, посчитали, что не нужно. Не знаю. Но факт остается фактом. Помещение было отобрано противоправно, это совершенно очевидно. Причем, что интересно, Министерство имущественных отношений предоставило помещение союза литераторов в безвозмездное, бессрочное пользование. И то помещение, в котором находился союз, фактически было обременено этим договором. Но, как нам известно, Министерство имущественных отношений решило, так сказать, войти в уставный капитал Росконтракта, внеся туда именно то самое помещение, обремененное нашим договором. Ну, а для Росконтракта, видимо, оказалось бессмысленным иметь отношение с культурой. И поэтому тут же они прекратили доступ, при этом, так сказать, не выдали ничего. Там были архивы, там была техника, там много что было. И все это осталось там, и никто ничего не вернул, причинив союз литераторов существенное время. Борьба за это помещение шла долго. И, собственно говоря, эту войну начал не союз литераторов. И, решив, что Росконтракту все доступно и дозволено, Росконтракт демонстративно подал иск о выселении союза литераторов из этого помещения. Уже выселив физически, решили юридически закрепить свою акцию. Но, увы, на тот момент правосудие все-таки сработало на основе закона. И в итоге Росконтракту было отказано удовлетворение исковых требований. И обязали Росконтракт не препятствовать нахождению союза литераторов в этом помещении. Росконтракт обжаловал это решение суда. Но кассационная инстанция оставила в силе без изменения это решение. Таким образом, союз литераторов имеет решение суда, вступившее в законную силу, которая позволяет претендовать на это помещение. Но Росконтракт достаточно мощная структура, так скажем, в государственном масштабе. И поэтому воевать с ней, с этой структурой, весьма проблематично. Но удивляет другое. В Министерстве мощных отношений вошло в уставный фонд Росконтракта этим помещением. А сейчас они утверждают, что мы не можем ничего сделать, потому что это помещение теперь является собственностью. И вот эта собственность сейчас тоже весьма, так сказать, она как-то скрывается. Чья это собственность? Росконтракта, не Росконтракта. Но по большому счету совершено преступление, которое распространяется в том числе, ответственность за которое, в том числе и на Министерстве мощных отношений. К счастью, на сегодняшний день Минкультура высказала конкретную четкую позицию в отношении Союза литераторов, говоря о том, что Союз литераторов, наш Союз литераторов, социально значимая структура и необходимо обеспечить эту структуру помещением. Но Министерство мощных отношений пока тянет с этим вопросом, промежуточно пока отвечает, что в этом же помещении они не могут, то есть это же помещение они вернуть не могут, других свободных помещений пока у них нет. Но мы рассчитываем, что власти все-таки обратят на это все внимание и, наконец, окажут содействие, так как, например, Минкульт направил в Министерство мощных отношений письмо с просьбой о предоставлении помещения. Это в этом году? В этом году, да. Весной Минкульт отправил и Росимущество долго не могло дать ответ, потому что не знали, как ответить. Они же попали в просад. Они же виновны в том, что мы лишились этого помещения. Даже не Росконтракт, а они, потому что они это помещение отдали Росконтракту с нами вместе. Но будем надеяться, что все-таки нам удастся и правда восторжествует, и помещение будет возвращено нам в том или ином виде. Или это, которое было у нас, или какое-то иное будет предоставлено на тех же условиях, потому как в соответствии с законом фактически нас лишили собственности. Потому как предоставленное помещение мы имели право приватизировать и получили бы уже имущество Союза литераторов России. Они имущество наше тоже взяли, все, что там было. И архивы, и личные дела. Это я сказал, но я говорю сейчас о другом. О том, что помимо того вреда, который причинен этими действиями, и это уже уголовное наказание деяния, а не только граждан в правовых отношениях. Потому что этот захват криминальный фактически был. Он внесудебно был решен. Я говорю сейчас о другом. О том, что если бы эта акция в свое время не была вот таким образом реализована, то тогда, на сегодняшний день, мы бы имели в собственности, в соответствии с законом, помещение, которое бы принадлежало Союзу литераторов России, как собственное. Это было бы имущество, значимое имущество в центре Москвы практически. И желающиеся сколько? Конечно. Тогда 14 лет этому вопросу. Конечно. И все письма, они, вернее, часть письма опубликована в Альманахе 2010. Вся наша борьба за это помещение представлена. И эти письма составлял Юлий Кларкен, так что, слава богу, у нас замечательный юрист, легко владеющий пером, тем более, когда надо серьезно нажать на какую-то структуру, он это умеет, как никто. Ну что ж, 14 лет мы боремся за помещение. Это очень большой срок, но для России не очень, тем более, это падает на лихие 90-е. А вот в начале, в 2001 году мы возобновили выпуск газеты МОЛ. И там мы опубликовали прогнозы на 21 век. И вот мне хочется прочитать один из прогнозов, который мы и напечатали в Альманахе 2010. Я верю, что Россия к концу 21 века станет процветающей и богатой страной. Но главная проблема сейчас в угрожающем низком уровне культуры. Речь не о народных танцах, песнях, не о современном искусстве. Речь о политической, правовой, поведенческой культуре, культуре деловых и человеческих отношений. В конечном счете, именно культура формирует экономику и политику. Вот почему я боюсь, что процветание России не может быть скорым. Ибо повышение уровня культуры процесс сложный. Он требует изменения менталитета, всего стиля жизни. Но если в обществе будут понимать роль культуры в широком смысле этого слова, то процветание России не за горами. Это написал Игорь Харичев. Я напомню, кто не знает, что Игорь Харичев когда-то в начале 90-х годов работал на Старой площади. Это был человек, который поставил все на демократические преобразования в России. Сейчас он нам известен как интереснейший прозаик и генеральный директор издательства «Знания и силы». И мы знаем, как тяжело ему приходится на этом посту, потому что это не плейбой журнал. Это журнал немножко другой ориентации. И чрезвычайно трудно даже просто организовать продажу этого журнала. Игорь Харичев написал интереснейшую книжку «Кремлевские призраки», которая сейчас готовится к переизданию. И я думаю, что мы обязательно сделаем презентацию этой книги. Тем более, как бы из первых уст. Человек со Старой площади. Когда-то из Кремля. Вот мне бы хотелось спросить, Игорь, ты согласен с тем, что ты написал 9 лет тому назад о России? Вот то, что я прочитала. Ну, я своих убеждений сейчас не меняю, потому что уже в том возрасте, когда они устоялись. Вот. Ну, у молодого человека могут быть одни убеждения, а потом они могут меняться, потому что человек просто приобретает опыт. Вот, в общем-то, я уже на той стадии жизни, когда эти убеждения выстроились. Проблема в том, что изменений никаких не произошло. И поэтому светлое будущее от нас отдаляется. Проглаз светлое будущее отдаляется. Но он же наконец века прогнозировал еще. Да. Я боюсь, что при такой ситуации, наконец века, надеяться, боюсь, уже не стоит. Значит, вот тут говорили про наши ориентиры культурные. Никиту Михалкова, Ксюшу Собчак. Что, как бы, если бы здесь мы сейчас имели в виде физического, она была бы здесь, в этом смысле, Ксения Собчак, то здесь бы была куча народа. Я подумал о том, что, конечно, это та публика, ну, по крайней мере, Ксения Собчак, хотя фильмы последние Никиты Михалковой мне тоже не нравятся. В общем-то, она олицетворение процесса утверждения или сохранения бескультуры в России. Потому что вот весь интерес к ней на каких-то антикультурных основах стоит. И вот это разжигание, вот то, что Собчак говорил, что все только на основе денег у нас, к сожалению, функционирует, включая культуру, которая, конечно, не может, как чистая экономика на рыночной основе функционирования. Потому что есть вещи, которые деньгами просто не оцениваются. К сожалению, она символ этого самого рынка в нашей культуре. Рынка безудержного, дикого. Потому что, честно говоря, все-таки так или иначе механизмы поддержки культуры в странах экономически развитых есть. А вот у нас нет. У нас получается, что фактически вот эти люди, которые, ну так скажем, не являются символами, на самом деле, а фальшивые символы, они все-таки воспринимаются в большую часть насилия как реальные символы, ориентиры для жизни. И многие, может быть, подростки хотят строить свою жизнь, глядя вот на эти логичные какие-то видеокадры с участием Ксении Собчак. Но я подумал, что у нас есть возможность использовать имя Ксении Собчак, не предавая наших идеалов. Как это сделать? Пожалуйста, давайте мы учредим ежегодную премию за выдающиеся заслуги в деле либо утверждения, либо сохранения бескультуре в России. И давайте мы в этом году, скажем, дадим эту премию, ну, положение подготовить, саму премию разработать, дадим эту премию Ксении Собчак как вот этому символу бескультуры современной России. у нас денег не хватит ей заплатить. А зачем? А без денег она не приемла. Ну, а то, если бы напишем вручение премии Ксении Собчак, вот если бы мы это написали, не объясняя, какая премия, здесь бы была уже толпа журналистов, а тут бы выяснилось, какую премию мы ей вручаем естественно заочно, потому что, честно говоря, ей бы не хотелось видеть ее здесь в очне, даже при вручении такой премии не хотел бы видеть здесь в очне. Вот. Так что, можно вот такой ход использовать для того, чтобы популяризировать наше почти безнадежное дело. Значит, что касается Союза Литератра, вот тут как-то Дима так вяло высказался по поводу 20 лет, но эти годы они очень специфические, практически Союз Литератра был образован в 90-м году, когда еще были Союзы Писателей и Композиторов прежние, и вот эти годы становления организации пришлись как раз на лобку всей системы прежней. В 91-м год все рухнуло, и я напомню для тех, кто не знает, а молодежь не знает, что Союзы Прежние Советские это была форма удержания творческих сотрудников в УЗДе, с одной стороны за ней приглядывали, их, так сказать, держали в некоторых рамках, держали пряником и кнутом. Кнут это потеряешь эти льготы, а пряники это были колоссальные льготы, которые давались не только дачи, квартиры, дачи, особое лечение, поездки за границу, да, для особо заслуженных спецраспределителей, когда там и еда качественная, и та, которую не купишь в магазине, да, и одежда, и присутствие на всяких формах, то есть брание всяких высших органов, Верховные Советы и прочее, прочее. Я хочу сказать, что для многих это действительно были дорогие подарки, за которые они покупались, многие писатели, они, в общем-то, ради этого фактически и жили. Не все были люди порядочные, которые сохраняли своепорядочность, но большинство как бы держалось в УЗД этими подачками. Все это рухнуло в 91-м году, и фактически все прежние организации, они вынуждены были искать совершенно новые, не просто формы работы, а новый смысл жизни, потому что все изменилось. И в этом плане я хочу сказать, что не случайно разделились писатели на две основные организации, социальные Россия и Союз Писатели Москвы, потому что это чисто идеологическое было деление на демократических и не демократических людей. Но я хочу напомнить, да, сейчас как-то нашли свою нишу писательские организации. Я не знаю, как живут композиторы, художники, дизайнеры, они тоже как-то живут. Если говорить о писателях, да, отношусь к Союзу Писателей Москвы также, и могу сказать, что эта организация научилась работать в новых условиях, но простите, это организация для тех, кто выпустил три книжки, кто, в общем-то, доказал, что он уже пишет достаточно профессионально. А что делать с тем молодым, которые только начали писать? Куда им деться? Сейчас же нету тех форм, которые в советское время были. Какие-то кружки поддерживались, может быть, где-то и работают, но на такой полуподпольной основе. Союз литераторов фактически это широкая организация, которая принимает любую, кто, в общем-то, творит в сфере сочинить, написать, ручкой, написать на компьютере, Бардерит, и многие те, кто не входили в прежние союзы писателей. Литерно-Рвейны как-то входили, они как критики шли, а вот Бардерит не входили, и какие-то неформальные писатели, как там есть у нас секция в Союзе литературы. А, метафизический, в реализме. в Паширею включили все из писателей. Вот это та форма, которая сейчас позволяет человеку прийти в литературу, прийти к тем, кто станет его единомышленниками, там можно показать свои первые шаги, можно получить какие-то советы, которые сориентируют человека талантливого, талантливого, но который еще не обрек, не приобрел каких-то начальных навыков, потому что в любом случае любой талант требует огранки, но нет такого, чтобы человек сразу сел и начал писать идеально. Значит, это та организация, которая принимает всех желающих, помогает им встать на ноги, если у них есть задатки какие-то, и помогает и книжку издать, и первую, и вторую, помогает в общем-то войти в цех, кто-то потом, может быть, вступит в писатели, и в пэн-клуб вступит, это уже более узкая организация для более известных людей, но да, это та форма, это та организация, которая, кроме тех высоких целей, о которых Нида Давыдова говорила, которая открыта для всех желающих, и по жанрам, и по уровню, только-только начал писать, он может прийти, он может прочитать стихи, получить какое-то суждение, получить советы, и двигаться дальше в своем творчестве, что крайне необходимо. Поэтому я считаю, что это не дублирует других организаций, союз литерат, как я имею ввиду, своей широтой, своей в хорошем смысле всеядностью, потому что почему отвердят какие-то странные жанры, может быть, они потом сами отвердятся в нашем понимании, в нашей критике. Поэтому все необычное здесь тоже много, включая эту метафизику, которая здесь уже не воспринимается как что-то необычное. Так что я считаю, что организация нужная в той новой жизни, которую сейчас мы имеем в России, тем более в тех условиях, когда механизмы поддержки начинающих молодых не отработаны. Я говорю, что в России практически на той основе, когда все только за деньги эти механизмы не отработаны. Потому что там они, я знаю, есть и в Америке, поддержки в Европе они есть, а у нас их нет. В Америке есть, поддержка начинающих есть. Сами издательства этим занимаются. А у нас нет такой традиции? Неизвестный пошел к черту, потому что на тебе денег не заработаешь. вот наш подход. Эдуард неизвестный. Я говорю не про Эдуард неизвестного, я говорю про неизвестного пока что писателя, поэта, драматуры. Вот. Который, может быть, через какое-то время станет известным. Но придешь в издательство, неизвестен, неинтересен. Ну, конечно, если там напишут какой-то роман, где там сплошной секс, может быть, и заинтересуются, но не столько им, сколько там, да, произведений, которые опять можно продать за деньги. В общем, что тут говорить. Нужные организации, я поэтому считаю, что 20 лет, это вот тот предварительный док, что организация будет дальше существовать, который можно сейчас сделать. Что организация нашла свою нишу, нишу уникальную, не пересекающуюся с нишей других организаций. Организация крайне полезная, поэтому спасибо тем, кто ее создавал, да, в первую очередь вот Диме с Ниной. И я думаю, что надо всячески ей помогать и делать все, чтобы социалистератур продолжал свою работу, продолжал свою каждодневную деятельность, очень нужную Россию, на самом деле, очень нужную Россию. Да, потому что это культура, которая настоящая, да, той настоящей культуры, которая... Реплика в адрес Игорева мне разрешите? Да, обязательно. Вот Игорь говорит, что в советское время там разные титулованные, именитые и так далее, и так далее. Да, ну вот смотрите, мне близка история, Игорь, как я понимаю, из его семейного положения тоже близка история. А был хоть один советский историй, да, было масса докторов, академиков, всех на свете, да, вообще-то историю России написали только Ключевский, Соловьев и... Крамзин. А можно ли было честную историю России написать в советской России? То есть, я, конечно, нет, можно было, только в оппозиции не кричи гейлер в утопии власти. Вот они написали. То есть, я к тому, что на самом деле все время расставляет на свои места и известен, неизвестен, это все очень относительно. В этой ситуации, в этой системе... Дело в том, что в литературе все сложнее. Почему? Потому что там все-таки нет такого потока в истории серьезных произведений, которые, скажем, будут привлечь внимание профессионалов. Там вот число работодаграничено. С другой стороны, там тоже есть свои графоманы, но все-таки увидеть работу графомана от истории, я имею в виду, проще, потому что сразу видно качество работы. А тут проблема в чем? Приходит человек, в нем есть какие-то задатки, но он еще не может отличить вот эти зерна от плевел, он не может понять, что творчество его главное, от чего надо избавляться, а что надо развивать. И здесь заслуг тех более опытных товарищей, которые ему попадают, которые ему могут дать совет. Вот как раз здесь, в связи литераторов, в этой системе действий, которые могут его подтолкнуть к тому, чтобы его творчество действительно активно начало развиваться и быстрое ремесло набрал. Потому что в любом случае писателю необходимы какие-то навыки профессиональные тоже. Мне хотелось бы одну вещь сказать. Надо с кем-то спорить, иначе будет скучно. Да, мне хотелось бы очень сказать. Тем не менее, работа с молодыми идет. Но в некоторых союзах, я говорю не о нашем союзе, но в некоторых союзах идет работа по натаскиванию. Вот это очень опасно. Иногда мы видим в литературных газетах разных публикаций молодых, и видно, что хотят, чтобы они писали так, как было принято, как выработано было в советское время. Причем они обращаются к школьной аудитории, к старшеклассникам. Вот их пытаются натаскать. Особенно мы это почувствовали, когда мы отмечали праздник Победы в мае этого года. И мы вдруг увидели тьму публикаций, где дети пишут о войне, а старшие товарищи видно, что поправили им руку, как надо об этом писать. И это очень страшно. И это не ушло за все годы перестройки. Так что здесь основная задача не то, чтобы научить, как надо писать, а наоборот, чтобы человек не утратил ту же винку, которая у него есть. И может быть, не надо, как надо. Может быть, пусть он делает там миллион ошибок, а поддержать талантливого человека, и чтобы он сохранил свою индивидуальность. Вот это очень важно. И мы вспомним советские годы, когда появляется невероятный человек Леонид Кубанов. Я помню его вечно стремительные. Эти постоянные невероятные сборища на квартирах, эти постоянные невероятные споры. Почему-то где-то кто-то через знакомых договаривается вот в этом институте сегодня выступление, едем туда. И вот группа молодых людей, которым 19, 20, 21 год, не больше. У кого-то гитара, там Витя Бондарев с гитарой, Леня без гитары. Приезжаем туда как-то подпольно, проводят, никто почти не объявляет, кто это, и начинается выступление. Это было. Это потом прекратилось примерно где-то к середине, наверное, где-то 72-й год, 73-й год, все уже было прикрыто. Но в конце 60-х это еще было. Гений говорили о Губанове, и никто не публиковал. И вот мне хочется, чтобы Наталья Шмелькова нам немножко рассказала о том времени. Как это было? Вот появился. Вспомним стихи, которые тогда публиковали, и вспомним, что читал Губанов. На мой взгляд, в это время было соизумительно. Мне, например, было даже тогда интереснее в тысячи раз, чем сейчас. И не потому, что запретно было с ландкой, это само саду, а потому, что все проходило гораздо живее, интереснее, и так далее, и так далее. Ходило очень много самоздатов по рукам. Я всегда этот самоздат приобретала, у меня не хочу похвастаться, но мне целая библиотека самоздата, причем с переплодками, с фотографиями, и так далее, и так далее. Вот, если хотите, один из сборников могу вам продемонстрировать, с Губанова, который я купила у него. Конечно, переплет я сделала сама, фотографию приклеила сама, принесла в суд от предисловия Дудинского, Игоря, от лучшегося Губанова. И, правда, здесь три сборника. Один, кстати, я купила у Игоря Дудинского, он его составлял. Кстати, он первый издал «Темешкова, Губанова, ангел с небу». А вот тут, на другой бумаге, уже видно, другая бумага, тут два сборника купила у Лени. И вот к вопросу об архиве, я вот мне говорила, как это вообще интересно и важно, я считаю, что действительно так, потому что, ну, не говоря, что уже приятно вернуться в прошлый, просто в руках подержаться у нас, да, вот, а потом просто приходится к ним часто обращаться. Вот приведу такой пример. вот в журнале «Монахи-словесенств» вышло, значит, в разделе «Осмуги» вышло, значит, сихотворение, неизвестное сихотворение Губанова. Это литература в архиве Валентина Куплева. Вот. Ну, я сразу обратила внимание, что оно неизвестно, потому что, например, оно прекрасно известно, потому что оно у меня есть в этом сборнике. тираж вот этого сборника «Один и джунгар»? Нет, это не в упрек этому, вы меня неправильно поняли, это не в упрек этому, это не в упрек Василий. Нет, нет, конечно, я о другом хотела ставить, у меня передали. Вот, тираж был, конечно, небольшой, но речь вот о чем идет. Речь идет о том, что вот многие поклонники губановской поэзии считали, что губанов стихи практически не редактировал. Вообще, что он писал на одном дыхании, поток сознания, неандарский удопад. Многие даже, любя его, говорили, что он до конца не состоялся именно из-за этого, потому что не прибегал ни к редакции, ни к чему. Вот, а, например, я когда прочитала его творение, подлинности нет никаких сомнений, потому что здесь... Автограф, стихотворение, здесь все-таки очень интересно. С выпукшем это не астрология. А я вставила, то есть у меня это все строчки, все есть. Вот я говорю, на пользу, как сказать, с архивом. Вот, я, значит, открыла стихотворение, не поленелась, сопоставила, я не долго говорю. Вот, сопоставила, значит, все строчки. Так, вопрос, москва-кашенка это не название, это москва-кашенка написано в клещенке, потому что стихотворение к этому ненавиду не должно. Вот, сопоставили бы эти все строчки, это все поддано, потому что автограф, стихотворение, лично, мне это было безумно интересно, потому что сопоставили строчками, у меня тут 12 галок. Я просто увидел, лишний раз убедился, что Бубанов возвращался к стихам, и перед тем, как их издать, даже сам издать, он делал правки, причем очень интересные правки. Он делал такие правки, вот я проанализировала, чтобы все-таки как-то докарстализовывалось побольше смыслов, потому что обычно действительно поток, музыка, созвучие, весны, согласны, ритмика. Вот, а тут в правке я вижу, что все-таки я просто могу это продемонстрировать на паре примеров. Вот, и сам Леня об этом говорит, что он занимался этим, я помню, как-то он мне позвонил, сейчас ночи, чтобы прочитать свои последние стихи, читала полчаса, я услышала этих блестящих отработанных стихотворений, чтобы было крайне редко, я его генем считаю, коротких, отработанных, и тогда я влежала свою восстановку, я сказала, я сам знаю, что это хорошо, и добавила, на стихах надо работать, как этому учил стерна. Вот, я опять возвращаюсь к стихе, что зря думать, что он совершенно этих стихов не бросался. Вот, я не знаю, так очень трудно, вот просто, буквально пробегу, вот такие парадки, так, например, я читаю сначала тут, нет, сначала я читаю то, что поправлено, а потом я так леваю, что то, что было здесь. Например, то, что поправлено, лицо бубнового в валет и лету осенью пропью, и поры в голову набью для всех старинных пистолетов. И поры в голову набью, за черный жемчуг пистолетов. Это написано, это автоприк. Но смысл, конечно, понять не даже за тысячи раз там, где им подредактировано, изданно уже на несколько лет позже в Санкт-Петербургском сборнике. И в 71-м год он здесь 25 лет, здесь через 3-4 года он на сборнике читал, и вернулся, и правил. Так, дальше. Существенная пробка. А вот, значит, я читаю, как у меня, а потом как вот так. Например, а вот привычное нахажство, как у досок от хромовых сапог в альмонахе, а вот привычное нахажство для лоска чищенных сапог. Понятно. Ну, да, что отредактировано, понятнее. Привычное нахажство. Какое нахажство? Как лоск от хромовых сапог. Вот. Вот очень, например, важное. Как лоск от хромовых сапог и пахнет фальш предсмертным вальсом и днем рождения собор. В соборе души открывают и так восторженно поют, как бы могилу разрывают и воскресенье дают. Все ясно, да? Это отредактировано. Теперь, значит, там, где первоначальный вариант. Я вас не ватомила? А вот привычное нахажство для лоска чищенных сапог и пахнет фальш предсмертным вальсом и днем рождения собора. Вот теперь слушайте. В соборе грозное отпевают. Меня в соборе души открывают. В соборе грозное отпевают. Почему грозное? непонятно. И нищие милости дают. Тут этого вообще у меня нет. Там палачи не забывают. Почему в соборе не забывают палачи? В церкви всех прощаются и так далее. Там поле, голуби клюют. Ну и так далее. А правка, все понятно. В соборе души открывают и так восторженно поют. Как бы могилы разрывают и воскресенье дают. Разрыв могил до воскресенья. Интересно, да? Он прояснял себя. Он себя прояснял. Потому что когда шел действительно поток сознания, нагон дыхания. Нет, это тоже замечательно, потому что здесь не обязательно все должно быть. Понятно, здесь есть музыка, ритм, это все замечательно. Но все-таки когда расшифровывается, очень интересно, а то, что расшифровывается, в общем я вас показала. Хотя тут в общем так. Например, с какой долей парень свыкся миллионер земных тревог? Это у меня земных тревог. Понятно, тревоги земные. Вы монахи. С какой парень свыкся миллионер седых тревог? Земных луч. Что значит? Миллионер земных тревог, а не седых. Ну тут я в общем вставляю пропущенные слова, потому что они здесь все есть, вот тут где скотки стоят. Ну а тут я не знаю, тут я прокомментировать не могу. Значит, в моем варианте мой мир во льду, мой мир в снегу, но проклиная грусть, Карана вкусно кариганки бегут любовь, надежда, смерть, слава. В моем варианте презирая, не проклиная, а презирая и не Карана, а Ислана. Ну тут если у кого есть какие-то соображения, почему он так поправит, я могу сказать только одно, что Каран часто вспоминается, упоминается в стихах. Ну не часто, но Каран, Каран, Каран встречается неоднократно. Со сном я не столкнулся ни разу, но видите, он тут подпрыгнул. В общем, я не все прочитала, тут 12 галок, мне, например, это было безумно интересно. Это работа большого парня. Да, например, он не бросил его правку, а где-то со стороны книгу. А потом здесь много стихотворений, а потом потрясающие стихи, которые не важнее изданы, в этих финишах, которые изданы. Три-четыре-пять-шесть просто тысячи даже я бы создала шедевры. А потом, в этом нельзя сомневаться, потому что ты, например, сихотворение, я слышала бы исполнение, и сама мне сказала, что тут поправлено, что тут все, и потом это видно, что никто там привел, что-то. Чтобы сделал опытный человек, он бы сразу рассказал Наталье Шмельковой, это все надо издать. Это литературное наследие, это уникальное. То, что у нее есть, то, что она хранит, столько лет ей хранить, я думаю, было не так просто. Вот все надо расшифровывать. Смотрите строчкой. Ах, не извините футурист, наследник краснокожей книжицы. Дороже мне города Слесли, с лисой души на блокадке пишется. Краснокожая книжица, что это? Конечно, краснокожая паспортика. Не извините футуристы. Наташа, я думаю, что мы ждем. Ты сделаешь нам публикацию. В Болгарии или в Японии. Да, в Америке и в Англии стихи мои полюбите. Я пято и в Англии. Ну, я не буду. Не будете. Мы будем выпускать. Это по фигурам. Да? По фигурам. То есть, говорить про то, чтобы издавать, есть человек, который умеет это делать? Да. Сейчас мы перейдем. Сейчас мне хочется просто закончить. Мы ждем работ и Галины Ерофеевой, и Натальи Шмельковой для следующего альманаха Словесность 2011, который мы предполагаем выпустить в самом начале следующего года. Ну, и мне хочется представить Евгения Степанова, генерального директора издательства Вестконсалтинг, главного редактора многих журналов и интереснейших изданий. Вот, собственно, что такое современный литературный процесс? Я думаю, никто лучше Евгения Степанова этого не знает. Мне так кажется. У нас наверняка кто-то и знает лучше, но издаем мы действительно очень заботы. В этом году мы издали сегодня десятки книг. Стоять десятки книг. Мы издаем порядка десяти. Покажите. Да, порядка десяти. Даже больше. Мы сейчас живем на этой газете. И речь сейчас не о нашем издательстве, речь о союзе литератур. И когда я анализирую издательскую деятельность творческих союзов, есть союз российских писателей, есть союз писателей России, есть московская писательская организация, есть союз писателей Москвы, другие творческие союзы, то приходит на ум такой удивительный вывод. Союз литераторов России издает книг больше всех. Не имея издания, не финансирование, тем не менее, номенклатура изданных книг очень широкая. Человек действительно мальманахи, прежде всего, словесности, это и визитная карточка, это и газета, и литературное известие, которая вышла, что новый номер в виде напечатан практически в каждом номере поэзию союза литераторов России. И это действительно похоже на чудо, потому что не имея ничего, мы имеем суть. Главное для писателя это возможность печатиться. Не гонорары, не творческие командировки, не дачи, не квартиры, а это право на профессию. Вот союз литераторов это право на профессию дает. Должно было бы давать государство, какие-то фонды, или какие-то более могущественные центры. Вот союз литераторов такое право человеку, писателю на профессию, дает. А это право стоит иногда жизни. Я знаю огромное количество литераторов в России, которые из исходности спиваются, уходят, пускаются во все тяжкие, то есть они не находят себя. Мы же такую возможность писателю дадем. и пусть наши книжки не самые помпезные, пусть они маленькие, но тем не менее такая возможность у писателя существует. Самое главное, конечно, то, что произошло за минувшие 20 лет, это появление интернета. И все остальное в технологическом плане для меня вторично. Вообще я не вижу, честно говоря, никаких перемен в социальном развитии. Общество замерло на одной точке, оно не развивается. По сути, ведь то, что мы делаем, это тот же самый задат, только в пяти раз чуть больше. То есть мы не шагу на крыльях, а иногда и меньше, правда, Игорь Чубайс. И те инновации, которые пришли, они связаны ни со Сколково, ни с нашим государством, связаны просто с мировыми тенденциями с появлением вот этой всемирной сети, которую предвидел еще Хребников в начале минувшего века. И вот мы сейчас создали, конечно, гигантский портал названием «Читальный зал». И наши тиражи, точнее, число посещений этого портала очень большого. И там размещенный монах словесности в этом портале «Читальный зал». Там еженедельно размещается газета «Литературные известия». Сейчас мы, я думаю, с союзом литератор с правлением можем обсудить вариант, чтобы на этом гигантском портале размещались бы и все наши книжки. И все наши книжки. Мы выпустили книгу, давайте мы эту книгу сохраним. Мы ее сохраним в формате PDF, мы сделаем раздел «Обратить внимание на лучшие стихотворения книжки». Это не делает журнальный зал, это не делает никто. Но главная задача издателя это прежде всего не получение пребыва, а сохранение тех текстов, которые есть. Есть подрежнический труд по сохранению поэзии Леонида Губана. Давайте мы это оцифруем и сохраним. Не только издадим в печатном виде тираженство экземпляров, но и разместим навечно в сети интернет, чтобы каждый во всех уголках и весях России на Западе мог иметь доступ к замечательным произведениям. Вот, я думаю, здесь дополнительный резерв для нашего развития. А в целом, конечно, гигантская проделана работа, гигантская. И сравнить эту работу очень сложно, потому что никто так много не делал издательском плане. То есть, я повторю, мы возвращаем людям вот это право на профессию, которое, кстати, это право на профессию хотя бы отчасти существовало в советское время. Тогда эта профессия существовала. Можно было стихи не печатать, можно было переводами заниматься, можно было сценарии для мультфильмов как Сабгир зарабатывать. Вот сейчас этой профессии нет. Я в советское время, будучи провинциальным журналистом, который писал на литературные и культурные темы, кормил семью. Я был студентом, получал 40 рублей степенью, где-то 70-80-90 рублей я в месяц зарабатывал, пиша заметку газетам. Разные газеты. Сейчас это невозможно. Сейчас это невозможно. Но, что, 70 рублей можно заработать сейчас? Ну, 70 рублей прожить на них нельзя. про жизнь на них нельзя. Жень, ну, о Губанове ты не мог бы тогда написать. Ни о Губанове, ни о Бахштейне, ни о других. Можно много перечислить. Конечно. тем не менее, я работал в Тамбовской губернии, я писал о Байги, о Марине Кунзине. И меня почему-то отпечатали. Понимаешь, то есть, может быть, в Москве это было невозможно сделать, а вот в районных газетах, вот я в районной газете работал, это было возможно. Но, Кудимова не было и запрещено. Нет, Кудимова была запрещена. Ну, как бы, Кудимова очень, как говорится, и преследовалась, и книжка ее первая вышла на 80-х годов. Перечень, причин. Нет, это как раз ее книжка лежала в молодой гвардии 10 лет. Ну, о чем это было. 10 лет книжки пролежала, что нормальное состояние. Нет, Кудимова как раз преследовалась очень сильно, тем более в Тамбургской губернии, где она была как белые вороны. Ну, вот, Кудимова Вертушинка ей помогла, назвала ее новым русским проектом в интернет-газете в 80-м году. Но, тем не менее, тем не менее, что-то нужно было и было. И вот сейчас, повторяю, наша задача сохранить то, что есть, оцифровать и дать жизнь впоследствии вот этой всемирной сети. А мы будем способствовать своей семье. Ну что ж, наш разговор... Я решил дать жить, на этом надо, на оптимистическое эмоциональное. Ну, я вообще не сомневаюсь в Евгении Степанове и каждый раз только удивляюсь, что что-то новое всегда идет. А мне хочется закончить стихотворением о счастье. В чем, собственно, оно заключается? Это стихотворение человека, одного из создателей Союза Литераторов, главного редактора Альманаха Словесность. Маленькое стихотворение. Дмитрий Цесевичев. В чем проистекает счастье? Частье в нашем забытии, Частье в чьем-либо участии, В сопричастии нашем и В тысячи мельчайших граней, Огроняющих кристалл, Наших искренних стараний, Чтобы мир Счастливее стал, Но разъятое на части В каждом замкнутом мельке, Каждой счастью, Но от счастья, Что останется в перке? Вот оно когда-то было, Бог Своё стело прижал, А потом в перке Зажило, Заутюжилось, А жаль, Пусть в нашей перке литературной Не заутюживается. Продолжение следует... Продолжение следует...